Детская больница Подарки детям от Александра Захарченко привез первый заместитель руководителя исполкома общественного движения Донецкая Республика Андрей Крамор. Сегодня мы приехали, у нас целый график запланирован сегодня, завтра мы будем посещать лечебные учреждения детские, в которых будем раздавать подарки всем детям, которые в них находятся. Мы желаем выздоровления, мы хотим, чтобы дети чувствовали поддержку со стороны руководства республики, со стороны общественного движения, чтобы они понимали, что они не на словах цветы жизни, а на самом деле являются таковыми. В общей сложности было подготовлено и привезено около 300 подарков. Кроме того, в больницу постоянно доставляются медикаменты и все необходимое для ее нормального функционирования. Наша больница уже неоднократно получает помощь и подарки от общественного движения. Мы всегда благодарили и благодарны, потому что в это тяжелое время, особенно тяжело детям. Мы это выдержим. Мы стараемся все сделать для того, чтобы было лучше нашим детям. В больнице на лечении с различными заболеваниями сейчас находится 274 ребенка. Но есть дети, которые попали в больницу из-за обстрелов ВСУ. Маленькая макеевчанка с мамой в полной мере ощутили на себе заботу украинских защитников. Мы выходили с мамой и тетей Наташей гулять. Мы увидели дедушку. Мы поговорили с ним, потом пошли. А потом начали стрелять. Мне в голову, а мне в ногу. Мама подняла меня на руки и мы пошли. Вызвали скорую. Скорая приехала. Отвезла нас в больницу. У меня началась операция. А мама на живую просто. Ноги вытянули осколок. Ты не болелась? Нет. И не плакала? Нет. Молодец. Как ты себя сейчас чувствуешь? Нормально. Также в ближайшее время планируется доставить подарки в Институт неотложной восстановительной хирургии и в Донецкое клиническое территориально-медицинское объединение. Дмитрий Зиньковский, Елена Чистякова. Специально для Новороссия ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok